Здравствуйте! Это Суть дела. Американская пресса предалась своему любимому занятию – публикации списков кандидатов на замещение важнейших государственных постов. Списки неофициальные, составлены на основании слухов и догадок, но, странно, в главных пунктах они совпадают. Очень важный для нас пост государственного секретаря может занять бывший спикер Палаты представителей Ньют Гингридж. Он давно отошел от дел. В 2012 году попытал счастье на президентских выборах, но проиграл праймерис. В президентской кампании этого года Гингридж проявил себя как твердый сторонник Трампа. Хотя и не занимает никаких постов, но Гингридж в республиканской партии имеет все еще высокий авторитет. В шорт-листе значатся также имена бывшего посла США в ООН Джона Болтона и Ричарда Хааса, бывшего дипломата, а ныне видного эксперта-международника. Его последняя книга называется «Внешняя политика начинается дома». Хаас считает, что Америке следует больше заниматься внутренними делами. Тогда ее авторитет на международной арене будет выше. Должность министра обороны может занять Стивен Хэдли, бывший советник президента Буша по национальной безопасности. Именно Хэдли вместе с госсекретарем Кандализа и Райс взяли на себя ответственность за неподтвердившуюся информацию о наличии у Ирака оружия массы уничтожения, что в 2003-м стало поводом для войны. Среди других претендентов на этот пост бывший директор разведуправления Пентагона генерал Майкл Флинн и сенатор Джефф Сэшнс, член Сенатского комитета по делам вооруженных сил, в котором он возглавляет подкомитет по стратегическим силам. Генерал Флинн был замечен даже на обеде с президентом Путиным по поводу юбилея Russia Today. Министром финансов может быть назначен банкир и кинопродюсер Стивен Мнучин. В избирательном комитете Дональда Трампа он был финансовым директором. На должность генерального прокурора, он же министра юстиции, может быть назначен бывший мэр Нью-Йорка, а до этого генеральный прокурор штата Нью-Йорк Руди Джулиани. В ходе кампании он не раз заявлял, что действия Хиллари Клинтон на посту госсекретаря должны стать предметом уголовного расследования. Чем же займется президент Трамп в первые сто дней после вступления в должность? По традиции кандидаты оглашают перечень своих первоочередных приоритетов на заключительном этапе предвыборной кампании. Трамп сделал это в конце октября. Первым пунктом в его программе значится проект поправки к Конституции об ограничении срока пребывания в Конгрессе. По мнению Трампа, член Нижней Палаты не должен занимать место более шести лет, а сенатора более 12. В настоящее время члены Палаты представителей избираются каждые два года, члены Сената каждые шесть лет. Но общий срок их пребывания на этих должностях законом не ограничен. Во-вторых, президент Трамп намерен заморозить наем во все федеральные ведомства с тем, чтобы сократить общую численность вашингтонской бюрократии естественным путем. Число должностей в госаппарате будет сокращаться по мере выхода на пенсию, занимавших эти должности чиновников. Этими и аналогичными мерами Дональд Трамп рассчитывает, как он выражается, осушить вашингтонское болото, то есть добиться эффективности работы правительства. Далее следуют планы по защите отечественного производителя и американского рабочего. Президент Трамп собирается начать переговоры об изменении условий участия США в североамериканской зоне свободной торговли и выйти из стран стихоокеанского партнерства. Он обещает также ограничить протекционистскими тарифами ввоз продукции иностранного производства. Самая конфликтогенная часть программы «100 дней» связана с возможной депортацией миллионов нелегальных иммигрантов. Президент Обама, потерпев неудачу при попытке провести через Конгресс иммиграционную реформу, издал указы, защищающие от выдворения некоторые категории нелегалов, в частности тех, кто попал в Америку ребенком. Эти указы Дональд Трамп намерен отменить. Он также твердо намерен построить стену на всем протяжении границы с Мексикой и запретить иммиграцию из регионов с высокой террористической активностью. Правда, Трамп смягчил свою позицию в отношении системы обязательного медстрахования, введенной президентом Обамой, так называемой «Обамакэр». В интервью телекомпании CBS он заявил, что некоторые положения закона все же будут сохранены. Он также выразил желание воспользоваться советами Билла Клинтона и Барака Обамы. Консервативный радиоведущий Раш Лимбо в своем шоу сравнил победу Трампа с победой США над Японией во Второй мировой войне. Он заявил, что хочет разрушить некоторые мифы, которые возникают всякий раз после выборов. Мифы о единстве, о межпартийном согласии, о работе сообща. Всякий раз победившая сторона почти что извиняется за свою победу, сказал Лимбо и добавил, что последние восемь лет нами правили против нашей воли. Приветствовал победу Трампа и формальный глава республиканской партии, спикер Нижней палаты Конгресса Пол Райан. Он тоже победитель в этой кампании. Республиканцы сохранили контроль над обеими палатами. И теперь новому президенту будет намного проще проводить свои законопроекты назначения на высокие государственные посты. В ходе президентской кампании Пол Райан не раз критиковал Трампа за его неполиткорректные высказывания и отказался агитировать за него. Но теперь он с энтузиазмом принял избранного президента в Капитолии и показал ему, где будет происходить церемония инаугурации. Не собираются ли победители сотрудничать с побежденными? Возможный кандидат на пост госсекретаря Ньют Гингридж отверг возможность сотрудничества даже с теми однопартийцами, которые не поддержали Трампа. Маленькие, хныкающие, распускающие сопли трусливые нытики, которые пищали Трамп никогда, просто недостойны нашего внимания. Пусть сползают в сточную канаву истории, а мы пойдем вперед и будем работать с Дональдом Трампом и республиканцами Нижней Палаты и Сената и создавать кардинально новое будущее, заявил он. Знаменитые английские комики из телешоу Монти Пайтона назвали кандидатов на должности в правительстве командой пиратского корабля. Действительно, многие из них относятся к явным ястребам. Белых, голубей мира пока среди них не наблюдаются. А нам осталось только узнать, кого эти ястребы атакуют. Это была суть дела. Всего вам доброго. Надеюсь, увидимся.